Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Волкин, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы поиграем в игрушку по названию Detroit Become Human. Ой, прошу прощения, The Answer Chain, Light at the End. Если честно, я сам пока не понимаю до конца, что происходит, и наткнулся на эту игру в Steam, она вышла не так давно, и как я понял, потому что я вообще увидел по описанию и по каким-то геймплейным роликам, это что-то типа Детройта по-русски. То есть вот та самая Detroit Become Human, которая вышла два года назад, я не так давно ее проходил на своем канале, потому что мои руки добрались до нее довольно-таки поздненько. И вот наши разработчики решили попробовать сделать что-то похожее, ну и естественно на движке Unity, ну а как еще в принципе. Поэтому что нас сейчас ждет, я пока не особо понимаю, потому что это должно быть либо очень плохо, ну мне так подсказывает интуиция почему-то, Ну давайте попробуем не сравнивать эту игру с Detroit, потому что, ну типа Detroit это игра, которая создавалась, ну мягко говоря, очень долго, и на нее было потрачено много ресурсов. Я не думаю, что у этой игры и у этих разработчиков было столько же, поэтому хер знает, как бы не очень правильно их сопоставлять в этом плане. И еще у меня, честно говоря, не очень понятно название, я кстати не знаю, как переводится Unsertain, я нашел эту игру два дня назад и, ну установил ее, думаю, сейчас вот на днях запишу, и сейчас решил записать, я просто забыл. Я реально, блядь, листал список у себя в библиотеке игр и искал эту игру, потому что я просто у меня вылетела из головы, название вообще не запоминающееся. Ну я не знаю, мне реально сложно, мне кажется, я сейчас начну игру, и если вот эта надпись пропадет, я реально не вспомню. Не, Light at the End еще понятно, но Unsertain, ну не знаю, как-то, короче, неважно, ладно, это я уже пытаюсь к чему-то придраться, давайте сейчас просто посмотрим, попробуем. Я не думаю, что я буду запускать проходняк, потому что игра, ну как бы полноценная, имеет сюжет, естественно. Я думаю, что мы просто посмотрим, посмотрим, насколько это хорошо или плохо. Все, давайте начинать, потому что я даже не знаю, что еще сказать. Менюшка, естественно, выглядит простенько, я тут выставил графику, звук, я не знаю, давайте еще попробуем чуть-чуть прибавить, мне кажется, будет тиховато. Значит, русский язык озвучки, русский язык текста с субтитрами, и в принципе, ну, все очень простенько, вот как бы, вот как бы вот так вот, вот как бы вот так вот, ну ничего такого сверхъестественного. Так, ладно, новая игра, профиль 1, попробуем сейчас посмотрим, вообще, честно говоря, я вот серьезно, сейчас не знаю просто, как к ней относиться, к этой игре, сложно после Детройта, когда ты понимаешь, что это что-то такое, но рассчитывать на что-то пиздатое. Так. Звучит интригующе, согласитесь. Так, допустим, хорошо, хорошо, понятно, но понятно, что по сюжету, я думаю, что тоже не стоит ожидать чего-то, как, опять же, в Детройте, но я хочу уже увидеть, так, ну неплохо, ну нормально, нормально выглядит вроде все так красивенько, только звук почему-то сейчас, он должен какое-то звуковое сопровождение, там дождик капать. Ну понятно, что вообще не Детройт, по графону, ну типа норм, пойдет, пойдет. Так, если честно, вот скажу сразу еще наперед, мне эта тема неинтересна, ну типа про роботов, я никогда особо этого не любил, но Детройт, ну как бы я в это не вдумывался, когда на самом деле играл, там просто сама вот концепция игры очень классная и сюжет в целом классный, вот тут я уже вижу вот этих киборгов и, честно говоря, ну я не фанат просто вот этого вот будущего, вот этого все вот поеботины, поэтому как бы я, скорее всего, ну хер знает, ладно, все смотрим. Очень мало звуковых эффектов, вот могу что, я буду пытаться приебаться, ну типа, не знаю, правильно это или нет. Так, интересно, у нас будет один персонаж, это уже все, геймплей пошел? Нет, это еще не геймплей. Ну, ну так, конечно, ну, 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 все, у меня в голове сразу пытается, я пытаюсь сравнить, это неправильно на самом деле, потому что, опять же повторюсь, разный уровень, вообще разный уровень, совершенно, но если не вдумываться действительно в то, что это как-то можно сравнивать с Детройтом, то ну, что-то новенькое, быть может тут реально сюжет охуенный, кто знает, но я просто, у меня был интерес, у меня был интерес посмотреть вот вживую на это все, попробовать, потому что в целом таких игр мало, а тут еще и как бы наши ребята сделали, поэтому как-то интересно реально взглянуть на это все. Так, ладно, какая-то простенькая катсцена, вообще совершенно простенькая, минимально вообще какой-то информации, минимальное количество каких-то звуковых эффектов, причем это не громкость, у меня была низкая. Эмили, у нас мало времени. Так. Видела тех копов в соседнем квартале? Они могут патрулировать этот район. Список у тебя? Да и без списка понятно, что нам нужно. Вера плакала всю ночь, жар не проходит, а лечить ее нечем. Надо хотя бы сбить температуру, пока копы ее не услышали. Может, заодно попадется еще что-нибудь полезное. Брайан жаловался на бессонницу, Алекс уже на стенку лезет от своих фантомных болей. Хорошо бы и для них что-то найти. Согласна. Тогда давай разделимся, чтобы быстрее все обыскать. Короче, они в аптеку пришли, да? Хорошо. Слушайте, ну, на самом деле, вот озвучка диалогов прикольна, приятно, да? То есть, это не озвученное дома сразу слушать, ну, как часто встречаешь игры, такие простенькие, где озвучка, ну, мягко говоря, так себе и голоса приятные, даже знакомые, возможно, из фильмов каких-то. Я хер знаю, кто озвучивал это все. Так, приблизитесь к активной точке и в появившемся меню выберите действие, зажав ЛКМ и потянув корсор в нужную сторону. Так, это у нас взаимодействие. Ага. По-моему, надо добавить сенсы. А, ну, я понял. Ну, я понял. Ну, слайп. Ну, блин, ну, типа, ну, блин. Ну, хер знает. Ну, сложно, блядь. Ну, серьезно. Ну, то есть, как бы, вот понятно, что вот это вот перемещение персонажа, как бы, ну, на фоне вот этого вот анимации в Детройте, ну, типа, ну, блядь, это Юнити. Это, как бы, ограниченный бюджет. И, ладно, сложно, блядь. Серьезно, хочется и не обращать на это внимания, но, с другой стороны, хочется и обращать, короче. Так, ЛКМ. А, вот, посмотреть. Какой-то блок питания. Вдруг пригодится. Так, можно взять. Понял. А, прикольно. Так, ага. Ну, это фирменное. Все, все игры на этом движке, когда что-то подбираешь, можно осматривать. Естественно, это классика жанра. Так, дверь. Ну-ка. Сейчас уходить нельзя. Ольга ждет, что мы принесем лекарства для Веры. Ольга ждет. Так, то есть, получается, Ольга, Вера, но при этом Эмили и Пак. То есть, действия в любом случае, 100% происходят. Не где-то в России, потому что и надписи... Блин, а было бы прикольно, мне кажется, что если бы они сделали... А почему они не сделали, например, что это происходит где-то там в Москве, например? Мне кажется, это намного хайповее была бы игра сразу. Ну, то есть, понятно, что, типа, где-то там в Америке или где это все происходит. Ну, есть же Детройт. А вот это был бы настоящий Детройт по-русски, если бы это сделали наши ребята где-нибудь, блин, в Москве, там, я не знаю, хотя бы банально. Или в любом другом городе России. Это было прикольно. И надписи по-русски. Ну, ладно, я не знаю, почему они... Так, это мы посмотрели. Допустим, хорошо. Так, можно, короче, взаимодействие с предметами. Ой, знакомо, знакомо. Что, такие они будут скоро, да? Так, ну, давай, берем с собой. Какие-то звуки не... А, это машины летают, походу, там. Ну, можно, кстати, чуть погромче, мне кажется, сделать. Я думал, что всегда сложно сразу настроить звук на нужный уровень. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Когда начинаешь первый раз во что-то играть. Так, хорошо. На столе... Что это, блядь? Переходник? Какой-то кабель. Что за кабель? Пусть, блядь, кабель. Все, что можно, блядь, пиздит, короче. Понятно, нормально, Эмили, девчоночка. Привет, кассовый аппарат. Скучаешь без работы? Ага, понял. Так, что тут еще? Коробка. Посмотрим. Неужели повезло? Мне интересно, знаете как? То есть, ну, по-любасу здесь же есть несколько, как бы, миссий, глав и так далее. То есть, как оно... То есть, будет ли тут тоже возможность нескольких вариантов сюжета? Развития сюжета? Или концовка одна какая-то? Тоже вот. Ну, хочется хотя бы одну главу пройти сегодня. Так. Ну, кто бы сомневался. Что, пусто? Понял. Так, что, все посмотрели или еще что-то пропустили? Туда не пройти, что ли? Вообще никак. А. А. Так, ну и что тут у нас? Так, 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 так. На самом деле, этот маркер, который показывает, куда... Ага, посмотрите. Что-то мне не хочется искать там лекарства. Давай посмотрим, толчок, что ты? Не уверена, что оно того стоит. Давай, ну ладно, ладно. Не хочешь, как хочешь. А что, точно не откроется? Ладно. Так, это у нас улица. Не, подожди, подожди, на улицу не выходим. Здесь закрыто, я так понимаю. Комната отдыха. Заперто. Как бы ее открыть? А. Так, а как... Вручную ее не открыть. Можно, конечно, включить пожарную сигнализацию, но тогда нас повяжут через минуту. Угу. Так, здесь то же самое, я так понимаю. Дверь в кабинет управляющего заперта. Интересно, что там такого ценного? Здесь нужна ключ-карта. Без нее не войти. Так, ну хорошо. Пожарная это... А что-то тут закрыто тоже, да, я так понимаю? Ого, целый склад с лекарствами. Но дверь автоматическая, просто так ее не взломать. Придется искать управляющий компьютер. Ну, не бейся. Так, и что? Тут больше... Больше ничего? Так, а если на улицу? Что там на улице? Запасной выход уже открыт. Пригодится, если понадобится быстро улизнуть. Угу. Так, короче, я так понимаю, нужно искать... Здесь. Так, а с этим компом никак не взаимодействует. Тут мы точно все посмотрели? Этот чувак, блядь, на одном месте долго будет стоять? Что такое? Ингалятор. До инцидента он работал в музыкальном магазине отца. Он и сейчас ходит с наушниками. И я каждый раз боюсь, что на звук набегут копы. Даже такой тихий. Так, что мы можем, получается, с ним поговорить? Пак? Нашел что-нибудь? Да здесь черт ногу сломит. Кто-то уже побывал в аптеке до нас и все обшарил. Таблетки от анорексии вот не взяли. Действительно. Это же самое необходимое для выживания. Слушай, ну неплохо в целом, да? Ладно. Не буду ничего. Если вникнуть в сюжетик, типа, блин, мне кажется, что что-то даже может интересное получиться. Пак, я нашла ингалятор. Может тебе пригодится? О, очень кстати, спасибо. Мой пока работает, но не уверен, что он долго протянет. Так, типа, какое-то доброе дело. Не знаю, как это отражается ли это на развитие сюжета или нет. Полка очень неудачно упала на витрину с детскими лекарствами. И жаропонижающие теперь не достать. Надо как-то ее сдвинуть. То есть, я так понимаю, здесь куча различных, как бы, головоломок, которые надо... Но вид очень тяжелый, им ни одной не справится. Решать. Пак, можешь помочь? Сейчас. Так. Что сейчас, надо будет быстро нажимать на какую-нибудь клавишу? Или как это будет реализовано? Или они сами просто отодвинут? Да, жутковато эти звуки слышатся летающих. Так, мы точно привлечем внимание копов. Нужно придумать другой способ. Мысли есть? Руками мы ее не поднимем. Тяжелая, как бабушкин кого-то. Ну, это карточка, что-то? Вот бы найти какой-нибудь рычаг или что-то похожее. Так. Давай осмотримся. Может, здесь остались какие-нибудь инструменты? Ну, анимация, короче, такая... Ты осмотрел, нет? Ого, сколько лекарств. Нам и десятой части не унести. Мы должны придумать, как добраться до витрины с жаропонижающим. Вере, оно очень нужно. Эх, жаль, Мэтта тут нет. Он бы точно сообразил. В общем, думать здесь надо много, а думать я не умею. Ну, ладно, сейчас попробуем. Так, там карточка лежит. Надо ее взять. Я так понимаю, это про... Ну, по ней можно пройти как раз-таки туда, что ли? Так. Ну-ка. Ключ, карта. Заебись. Так, хорошо. Уже неплохо. Погнали дальше. То есть, я так понимаю, теперь мы можем получить доступ к... Сюда. Отлично. Так, комната манагеров. Слушайте, ну, согласитесь, нормально, достойно. Вот я, честно говоря, ну, немножко так пытался... Прям... Плохой кабинетик. Жестко как-то к этой... А тут вроде-то не так уж и все плохо. Так, что тут такое? Снотворные. Надо захватить его для Брайана. Он жаловался на бессонницу. Так. Берем. Кучу всяких хернюшек уже, короче, забрал. Оно, возможно, то есть, получается, я подбираю эти предметы. И дальше по сюжету это как-то будет, ну, положительно влиять на всех друзей. Или кто там, вот они там. Я не знаю, сколько их там человек в итоге будет. Не знаю даже до сих пор, один ли будет... Статуэтка. Марти бы понравилась. Персонаж или несколько. Она вечно смотрела аниме и собирала восточные штуки. Вот. То есть, вот такие предметы я собираю, видимо, в дальнейшем, чтобы... О, нифига, можно вращать. Это уже Л.А. Нуар какой-то пошел, блядь. В руке прям вращается. Че, а его нельзя с собой взять, что ли? Ну, ладно. Так. Компуктер. Ну-ка. Нет питания. Заебись. Так мы кабель находили. Че? Экран интеркома. Как странно, что он отдельно от остального железа. Похоже, не работает. Блядь. Так у нас кабель есть. Или он не подойдет? О, бля. Ебать, я сообразил. То есть, это нужно реально каждую, получается, вещь подбирать, чтобы потом в дальнейшем она пригодилась. То есть, короче, нужно внимательно реально каждую локацию изучать, чтобы... Экран интеркома. Так что я ставил, блядь? Как странно, что он отдельно от остального железа. Похоже, не работает. Причем, в этот момент, когда происходит озвучка, вот это вот, то, что она комментирует, в этот момент нельзя двигаться, перемещаться. Так, и что, теперь карту надо провести? А-а-а. А-а-а, это хуйня, точно. Че же я там, блядь. Только кабель ставил. Ух ты, заработало. Да я молодец. Иксбокс 720, ну-ка. Все, запускаем компуктер. Так. Real OS. Понял. Принял. Ох, нихуя, прям так даже. Ничего себе, блядь. Приветствую, Джесси Малин. Звонки. Пустенька. Почта. Обновление безопасности. Уважаемый клиент, в связи с выходом важного обновления безопасности, убедитесь, что в течение ближайших суток ваш домашний робот будет подключен к док-станции и полностью заряжен. Так, ладно, без темы. Джесси, я опять не досчитался, не досчитался нескольких коробок. Несколько коробок. Пойми меня правильно, ты мой брат, я полностью доверяю тебе. Мне чертовски неприятно это спрашивать, но ты уверен, что Мия не причастна к этому. Доступ к препаратам был только у нас и у нее. Если она начала сбывать лекарства наркоманам или того хуже употреблять, ты, как отец, обязан поговорить с ней как можно скорее. Я и тоже не чужой, и тоже волнуюсь. В этом возрасте они способны наделать глупости, а она у тебя та еще бунтарка. Я очень надеюсь, что ошибаюсь, позвони мне, если будут новости. Чат. Хуя себе, Джесси у меня плохие нормы, что случилось? Ты только сильно не ругайся, ладно, да, что случилось, то не тяни. Миса разбила твою любимую кружку, но она очень об этом сожалеет, смотри. Стоп, это... Ай, хуя! Они реально сфотографировали кота, кто-то из разработчиков, я так понимаю, и сюда прикрепили. Прикольно, че. Кружку с календариком. Это я ее разбил утром, опаздывал, не успел лбать, прости. То есть я зря наказала Мису, ну, знаешь ли, сам будешь теперь... Блядь, ну, такие, как бы, приятные мелочи, так скажем. Охрана. Так, система охраны активно, отключи систему охраны. Слушайте, по-моему, вот как бы... Ну, если не обращайте внимания, там, на анимацию и так далее, очень даже не надъебись, по крайней мере, сделано. И, судя по всему, довольно интересный сюжет. То есть, смотрите, можно взаимодействовать с предметами, какие-то даже мелочи, приколюхи есть. Так, я открыл, получается, сюда. Проход. Break room. А тут уютно. Ну, так, неплохо. Ну-ка, что у нас тут? Кубик-рубик. Ух ты, кубик-рубика. Что, можно его взять? Эй, кубик, ты тут совсем один? Остался без хозяина? То есть, если она держит в руке, то это взять нельзя. Если она, ну, как бы, вот эта вот фирменная, на фоне размытого фона... На фоне размытого фона, хорошо сказал. То можно с собой забрать. Ладно, ну, такие мелочи, опять же. Даже не представляю, каково это скрываться, когда не можешь самостоятельно ходить. Наверное, поэтому эти люди выбрали аптеку. Здесь все медикаменты под рукой. Но, похоже, их все-таки поймали. Угу. Так, это что такое, блядь? Слава богу, мы нашли эту аптеку. Блядь, это же метро какое-то! Осталось немного лекарств для Джастина. Он уже совсем плох, а передвигаться на коляске по городу – чистое самоубийство. К счастью, это место отлично подходит для убежища. Я думаю, мы сможем здесь задержаться. Правда, теперь не так просто будет доставать еду. Ближайший магазин в трех кварталах отсюда. Но здоровье Джастина важнее. Буду совершать вылазки время от времени. Надеюсь, меня не засекут. Вчера услышал топот за окном. Похоже, какая-то группа уцелевших пыталась здесь укрыться от погони. Они подняли страшный шум в торговом зале, но все обошлось. Я запер дверь в комнату, и нас не нашли. Мне всегда было интересно, знаете что? Я вот хотел еще это обсудить, когда начальные были титры. Почему иногда бывает такое? То есть, что титры, субтитры не соответствуют звуковому озвучиванию. Ну, то есть, типа, звуковая озвучка всегда немножко другая. То есть, там вот сейчас было слово суицид, его поменяли на самоубийство, и всякие там могут предложения немножко в другом порядке. Мне реально всегда было интересно, почему так происходит. То есть, частенько это в играх встречается, и почему по-другому в итоге озвучивается. То есть, есть же текст. Ну, банально появляется сначала, наверное, текст, потом он озвучивается. Ну, даже если наоборот. В чем проблема написать такой же текст, если есть сначала озвучка, и наоборот, почему нельзя записать ту же озвучку, если есть уже текст? Почему меняются слова? Для чего это делается? То есть, вот, я вот, честно говоря, никогда не понимал. Я не думаю, что какая-то сложность в этом есть. Это специально же делается, скорее всего. Только почему, непонятно. Так, это что у нас? Доширак, типа? Нормально, блядь, лапшичка. Так, ну-ка. Никогда не любила пялиться в зомбо-ящик. А, телик, блядь? Я думала, это доска. Пожалуй, это единственное, о чем я не тоскую. Так, и что мы можем сделать? Включить. О, нифига, прикольно. Ноу-сигнал. Ясно. Так, тут у нас какие-то... Фоточки. Семья какая-то. Ага. Так, ящик. Или что это? Сейф? Сейф. Интересно, что там? Но просто так его не открыть. Короче, загадка в загадке. Загадка еще загадка. И решение, чтобы решить одно, надо решить сначала другое. А потом решаешь третье, четвертое. Приходишь опять к первому. Батарея. Так, ну ладно. Наверное, она пригодится. Наверное. Но это не точно. Так, и что? После этого никак? Я же не Брайан, чтобы взламывать электронную защиту. Так, ключ. Ну, малый, блядь, может батарейку там оставить? Кто знает, какие там будут в 22 веке сейфы. Так, больше ничего, что ли, тут нет? Ну, такое, блядь, если честно. Так, заметка, короче. Ладно, погнали дальше. Толчок она так и не хочет, точно, да? Точно не хочет толчок? Ну, ладно. О, я, кстати, не видел. Employee of the man. Нормально, блядь, сотрудник месяца. Так. Значит, теперь можно сюда пройти. Погнали. Тих-тих-тих-тих-тих. Сколько тут всего? С чего же начать? Эхо появилось, смотрите. Даже озвучка в этом плане проработана. Прикольно. Так. Что-то, мне кажется, до пизды всего лежит. А что такое? Кто-то потерял кошелек. Так. Не испиздил, а нашел, как говорится. А. С собой нельзя забрать. Понял. Ну, пусть лежит. Так, здесь на полочках... Опа. Что там? Кажется, там более утоляющее. Стоит прихватить упаковку. Там же стекло. И что? А. А-а-а. Ого, громадина. Вот это я понимаю, холодильник. Причем, можно его, это самое, ну, опустить? Не работает. Блядь, ну опять вот, то есть, понимаете, да? У меня есть одна задача, про которую я уже забыл, там, поднять эту полку. Потом, блядь, там открыть сейф, надо посмотреть, что тут. Тут уже, блядь, надо подключить питание. То есть, тут, блядь, на одной этой миссии можно проторчать реально очень долго. Так, здесь что? Похоже, это магнитный ключ от сейфа. Как он туда попал? В холодильнике лежит? Так, ладно. Хорошо. Что мы можем сделать? Так просто его не достать. Это надо опускать. Так. Ой-ой-ой, это что такое? Мне кажется, он включает холодильник. Но толку все равно не будет, пока я не восстановлю питание. А как ты собираешься питание восстанавливать? Нет питания. Так, хорошо. Питание, питание. Смотрим, куда уходят провода. Провода уходят сюда. А здесь у нас здесь ничего. Сюда можно зайти. Ой-ой-ой. Так, бусик какой-то стоит. Что в бусике? Аэрокар должно быть стоит уже давно, с начала инцидента. Внутри может быть что-то полезное. Ну давай попробуем. А он закрыт! Блядь, да ладно! Ебать! Ну пиздец. То есть вы понимаете, да, сколько, ну, вещей? Бумажный журнал. Для тех, кто любит шелест страницы, запах типографской краски. А в Детройце такого не было. О-о-о. Детройце немножко по-другому журнальчики-то выглядели. Тут еще как бы, еще что-то, что-то еще можно перелистывать. Следующая страница. А, не, все равно. Так он же, она же сказала, бумажный. Он что-то нихуя не бумажный. Ну ладно. Так, что тут еще лежит? Какая-то хуйня. Еще одна батарея. Так, давай. А как питание-то она собирается? Ну, провода здесь. Что с ней можно? С ними ничего не... Больше тут ничего не сделать? Так, бусик закрыт. Ну, пиздец. Одни проблемы. Это что такое, блядь? Хуясь, какая штукенция. А нельзя подпитать с помощью батареи вот этой? Или это слишком... Ну, не очень. Так. А-а-а, я, кажется, понял, блядь. Три батареи, что ли, нужно найти? Одну она сейчас ставит? Да? Блядь, а где я еще две-то возьму? Хуясье! Так, а ничего... А, стоп. Так. Две у меня есть. Где ты батареечку проебал? А где еще одна батареечка? Может, здесь где-то лежит на полке? Я тут, кстати, не проходил. Опа. Дружок, а у тебя нету, случайно? Похоже, она давно тут лежит. Батарею может у нее спиздить, нет? Блядь. Ты поковыряйся там, может, запчасти какие-то. Не хочешь? Ну, пиздец. И нахуй она тут лежит? Так, здесь на полочке. Теперь задача, блядь, найти ебучую батарею. Мне интересно открыть... Ой, фу, запустить. Так, а здесь, кстати, кстати, кстати. Кстати, кстати. Кстати. Что, пусто, что ли? Серьезно? Ну, еба, народ, а. Я не прошел батарею нигде? Прошел, судя по всему. Потому что у меня наверняка должно было быть уже их три. Так, ладно. Блядь, а пока это все разгадаешь, пиздец времени так-то пройдет. Так что, в толчок, может, заглянем все-таки, нет? Не уверена, что оно... Да ебаный в рот, что ты там, может, батарея в унитазе лежит? А где может еще батарея-то лежать? Здесь мы все посмотрели, по-моему. Так, это выход. Тут ничего. Тут тоже ничего. Это мы все смотрели. Блядь, где-то батарейку проебал. Так, а что с ним можно поговорить? Он заебал около этой полки стоять уже. Мог бы походить, посмотреть, помогать мне. Так, здесь не запустить. Ничего, блядь, не работает. Точно же, да? Тут ничего, ничего. Так, где-то я, блядь, проебал. А-а-а! Понял, блядь. Не увидел реально что-то как-то ее батарея. Все, заебись. Теперь можно идти обратно. Так, сюда. Сейчас запустим шарманку. То есть, видите, головоломка в головоломке. Ну, как назвать это головоломкой? Конечно, вряд ли можно. Просто нужно быть внимательней. А у меня это не всегда получается. Так, вставляю третью батарею. Отлично. Теперь можно подать питание. Угу. Угу. Так, желтенький. Готово. Все, давай, сдергай рычаг. Рычаг. Ну что ж, попробуем. Хуяк. Сбой в электропитании. Перезапуск системы сигнализации. Че, блядь? Какая... Э. Блядь, не хватает какой-то музыки, что ли? Очень тихо все. То есть, ну, звуков мало, как таковых. И можно было бы... Нет, 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 нет. Ну. Не сказать, что я испытываю сейчас какую-то панику тоже. Пак, пак. Ну супер, я вляпалась. И че, мне теперь по стелсу надо будет, что ли, как-то выходить отсюда? Так, я пока ничего не могу делать. Ой. Что? А, нихуя себе. Стоп. Нихуя себе. Это я должен сам выбирать момент по таймингу ловить, чтобы меня сигналка не запалила. Ебать, опасная хуйня так-то. Так, нормально, все. Интересно, если бы я спалили, че было бы. Что за? Сигналка сработала. Выруби ее через комп менеджера. Вот, блин. Сейчас. Скорее. Ну, кстати, я по озвучке... Вот, смотрите, вот, вот, чтобы было все идеально, мне кажется, нужно было... Ну... О, нормально. По озвучке норм, они передают свои эмоции. Да ладно. Пак, быстрее. Ну, не хватает какой-то саундтрека напряженного и... Нихуя, что? Э. Это сейчас случайно просто у меня рука лежала на кью, реально. Ебать. Да что он там творит? Стало только хуже. Понял, блядь. И че теперь? Так, стало только хуже. Бля. Блядь. Опять. Сканер овсканер. Так. Проходи. Блядь, интересно, а что будет? Ну, все, приплыли. А что будет, если у меня спать... Блядь, что-то их-то хуя сейчас будет, а как про... О. Что-то вделает, блядь. Ну, анимация, конечно, не передает эмоций никаких. Эмми, ты там в порядке? Да, да. Я в норме. Дай мне минутку. Ну, все равно. Сигналка точно больше не сработает. Не должна. Я все вырубил. Ладно, зови, если что. Дурацкий холодильник. Надо попробовать еще раз. И сейчас по новой та же херня, да? Да, ну, прикольно, да? Что-то не страшно стало. Кнопочки нажимать, что-то вовремя перебегать. Так, холодильник нормально, заработал. Все, подпитали. Ура, получилось! Так, хорошо. Теперь мы можем вниз, допустим. А, по пол... Нихуя себе как, оказывается. Я думал, что это стекло отодвинется. Так, вот это мне нужно. Забираем. Надеюсь, Алик знает слово спасибо. Обезболивающе. Все, с собой. Так, и там еще что-то было? На какой полке? Еще вниз, получается? Так, здесь? А, еще ниже, блядь. Так, вот это? Блядь, наоборот, выше надо. Ебаный в рот. Выше. Выше, значит, ниже. Так, еще раз. Еще раз. Так. Ну, интересно, да? Так, просто его не достать. В смысле? А, он там аж! Ебаный в рот! Он за этим! Нужно пере... Я понял, блядь. Там полка за полкой получается. Сейчас мы прокрутим. Так. Что там? Где она? Наверху. Давай, давай, давай уже вниз. Еще фигарь! Да что за звуки? Так, где она? Во-во, почти, доехала. Еще два этажа. Давай, еще разок. Так. Все, приехала. Ага, взять. Че это такое? Маг... А-а-а! Стоп, магнитный ключ от... Магнитный ключ от чего, получается? От бусика, что ли? Так, тут же... Ничего, что... Багажник заперт. Надо бы искать в аптеке. Мне не очень попросил. Какой-то ключ я нашел. Теперь мне нужно... А я же все помещения вроде уже во всех помещениях побывал. Разве нет? А-а-а! Стоп, 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 стоп! Сейф! А в сейфе ключ! Ебать! Нормально! Подождите, нет, сейф был... А, нихуя, дерево какое-то еще. Че такое? Напоминает всех нас. Жизнь теперь похожа на такую же засохшую корягу. Ее больше некому поливать. Какая ирония. Так, понял. Ладно, ключ... Сейф вот здесь был. Вот он. Отлично! Хоть что-то, блядь, я... Сделал нормально. Так. Что? Переместить элементы пазла таким образом, чтобы сумма значений вокруг каждого треугольника стала равна его содержать. Что?! Блядь, математичка! Что за херня? Как? Я ничего не понял. Два. Стоп, еще раз. А! Чтобы сумма... Так, подождите, семь это надо... Что получается? Два. Два, четыр... Так. Сейчас, я сейчас... Сейчас, сейчас до меня дойдет. Значит, пять. Ебать! Так я сейчас охуею это делать. Один... О! Так. Так, стоп. Что-то испортил, блядь. Методом тыка, что ли, мне это делать? О, нихуя повезло. Нет, 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 стоп. Вот так. Здесь. Нет, хуйня. Здесь вот так. Нет, хуйня. Здесь. Вот так. И что? Вот так. Так, четыре. Вот так. А-а-а-а-а... Чтобы получить... Ебать! Хули так сложно-то, блядь! Сюда. Нет. Вот так. Блядь, методом тыка это точно не получится сделать. Это проще... Мне нужно, короче, пятерку загнать вверх. Как я понял, блядь. Правильно я понял? И что, что я загоню вверх? Так, вот так 5, 3, 3, это у нас сколько? 8, еще какой-то большой Еще четверку нужно туда загнать Вот, хорошо Хорошо Ну, допустим Нет, хуйня 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 Придется считать Так, значит, 5, 3, 4, это у нас 12 Судя по всему, значит, 13, чтобы получить Нам нужно... А, подождите, вот так Пятерку надо А, их не обязательно вот так перемещать Их можно менять в любом порядке Вот я дурень-то, блядь Я думал, их надо вот так вот по... Блядь, только я так мог подумать Так, значит, пятерка нам нужна здесь Потому что здесь самые большие числа по-любому Четверка Четверка нам нужна Нет, хуйня Четверка нам там нужна Четверка нужна Двойка, может, двойку помять на тройку? И что? И нахуй я это сделал Блядь, такой пиздец Ебать, все, математика нахуй приплыла Все испортил Бля, в натуре это надо считать Так, пятерка все-таки нужна Может, посередине? Все-таки она нужна А двенашку как я получу? Без пятерки я ее получу? Нет, пятерка... Стоп, еще раз Пятерку посередине Так, вот так Пиздец А четверку куда засунуть туда? Четверку... О, стоп! Четверку мы сейчас... Не-не, обратно-обратно Четверку сюда Ага Это я собрал, все Это я могу не трогать Теперь надо разобраться здесь Ага, только не факт, что я... Не-не, подожди Двойку оставляем тут Ну пиздец, блядь Так, так-так-так-так-так-так-так-так Чтоб получить восемь мне нужно Ебать! Это было очень долго Наверное, проще было считать Я пытался сначала порандомить А потом понял, что все-таки... Так, и там, естественно, есть ключ, правильно? От автомобиля Брелок аэрокара Ну, нормально, заебись И сейчас мы... Осталось, получается, посмотреть Только, что там лежит в автобусе И эта локация закончится Я думаю, что миссия тоже Слушайте, ну... Я не знаю По-моему, это норм Ну, как бы игра В целом положительные какие-то впечатления оставляет Посмотрим, что тут у нас... Если не обращать внимание на Нехватку каких-то звуковых эффектов На... Анимации Ну, звук немножко сейчас Не попал Кто бля? Ааааа Можно попробовать сдвинуть полку с его помощью То есть, получается, в любом случае Мне нужно было эти действия все проделать Я думаю, что здесь сюжет линейный Мне так кажется Хотя я могу ошибаться И по первой миссии, естественно, этого не поймешь Да я еще первую миссию-то не прошел, как бы, толком Поэтому это нужно поиграть, чтобы понять Но даже если, в принципе, линейный сюжет Я считаю, что это тоже не так уж и плохо так ну что теперь поднимаем полку вот так gravity джек я нашла грави домкрат в гараже давай попробуем приподнять им полку а это может сработать даже его просто нихуя не делал с другой стороны ладно ими хватай скорее жаропонижающие и валим от по моему проще было все нашла бежим самим точно так же и более аккуратно здоровый ребенок счастье семье получено достижение что мусора приедут понял ясно помочь паку блять даже не знаю помочь замрите и не двигайтесь то есть выбор все равно есть что делать дальше сохранять спокойствие и не сопротивляться нихуя бля он сразу на поражение ебашит и че делать блять ебать бля ну конечно слабенько все это выглядит понятное дело не очень эмоционально вот это все но в целом это прикольная задумка своих не бросаем получим достижение то есть я мог и его оставить так и что какая-то там линия как в детройте будет или что там по прогрессу или ничего не будет просто следующая глава начнется миссия типа или что а ну короче линейный сюжет я думаю в общем друзья ну что я могу сказать я честно думал что будет хуже лично мое мнение что по моему очень даже неплохо то есть естественно не нужно сравнить эту игру с детройтом на которую намного больше был бюджет была больше команда я уверен и как бы этой игрой профессионально занимались а здесь как бы я так понимаю что я честно даже не знаю кто разработчик как называется команда там что они еще из игр делали но то что я увидел мне кажется достойно нормально то есть какой-то сюжетик есть какие-то головоломочки надо решать там какие-то приятные моментики интересные да там какие-то фишечки есть естественно есть закос под детройт помимо того что и сюжет еще и выбор там ситуации спасти не спасти оставить помочь вовремя нажать на кнопку то есть это все опять же напоминает детройт то есть знаете вот я все я сформулировал детройт на минималках мне кажется эта игра вправе так называться потому что если бы это было что-то более такое трешевое непонятное то ну я бы сказал что наверное это вообще далеко а так общая концепция сохранена какой-то новый сюжет опять же от него тоже многое зависит его невозможно мне оценить сейчас по первой главе может быть он хернёй окажется и неинтересным но он судя по всему линейный то есть игра линейная и все будет все сойдется к одному если может быть хотя блин нет вряд ли сюжет линейный если был выбор помочь или остаться если помочь или убежать наверное значит есть несколько концовок как минимум то есть уже какой-то плюс если бы она была линейной наверно было бы не так интересно короче не знаю ну надо играть смотреть дальше что там будет не знаю насколько она длинная на самом деле ну как то так так что друзья оставляйте ваши комментарии что вы думаете по поводу этой игры оценивайте видосик подписывайтесь на канал все тут впервые чтобы не пропускать следующей серии до новых встреч всем удачи и всем пока пока друзья